МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Открытие трассы М-12 – эпохальное событие для России и Татарстана. Никогда в истории нашей страны до такой короткий срок такие инфраструктурные проекты не возводились. О значении скоростной автодороги для республики расскажет Алия Харудинова. Борьба за успех. Всех нас поздравляю и с соревнованиями, и с завершением значимого нашей страны. В Казани прошли соревнования по борьбе, приуроченные к завершению строительства татарстанского участка М-12. О необычном формате. Ромен Шайдулин. Остается две недели до Нового года. По республике уже открываются елочные городки, проводятся праздничные мероприятия. Сегодня Рустам Иниханов поручил обеспечить безопасность в период новогодних каникул. Об этом РАИС Республики заявил на республиканском совещании. Одним из основных требований к организации массовых мероприятий обеспечение безопасности и общественного порядка. Это охрана и пропускной режим. Персональную ответственность несут главы районов. Как потребовал РАИС, все мероприятия должны проводиться под контролем. Со стороны министерства РАИС Республики в адрес муниципальных образований доведен регламент соответствующих мероприятий. Регламент. Особой требованием является организация периметра безопасности вокруг елочных городков. Охрана и пропускной режим силам счет на территории проведения мероприятий. Это не какие-то праздные требования, это стандарт. И не исключено, не дай бог, конечно, что где-то что-то случится. Мы живем в очень непростое время. Есть и те люди, которые хотят создать какую-то проблему. Не упрощайте. Идет специальная военная операция, разные люди есть. Открытие трассы М-12 это эпохальное событие для страны и республики. Так, грядущее событие сегодня прокомментировал Рустам Миниханов. Автодорога позволит укрепить связь между регионами, повысить транспортную доступность и эффективнее использовать туристические возможности. Участок трассы в Татарстане полностью откроется на следующей неделе. И после реакции президента страны стоимость платной дороги снизилась на четверть. Как строили самую современную дорогу России и особенности татарстанского участка в нашем следующем материале. Для страны, для республики эпохальное событие. Никогда в истории нашей страны, до такой короткий срок, такие инфраструктурные проекты не возводились. Менее чем за три года в республике возведены 142 километра самой современной скоростной трассы в стране. Тысячи километров инженерных коммуникаций, десятки путепроводов и мостов. Сегодня на республиканском совещании РАИС Республики подчеркнул значение этого объекта. В рамках вот этого проекта мы сумели получить долгожданный мост через реку Волга. 3,3 километра. Уникальное мостовое сооружение. Мост называют главным технологическим сооружением трассы. Впечатляет не только его протяженность, но и высота 14-этажного дома. Над возведением трудились 1200 человек, больше полутора сотен спецмашин и 13 единиц флота. Опоры заливали 82 тысячами кубометров бетона. Это больше 30 полных олимпийских бассейнов. Большая работа, обратил внимание Рустам Миниханов, сейчас идет и в рамках М7. Строится мост через Каму в обход Челнов и Нижнекамска. Расширяется трасса до Башкортостана. Скоро и здесь будет полноценная трасса первой категории. М5, М7, М12 в одном узле будут соединяться. Это тоже очень большое конкурентное наше преимущество Юго-Востока. То есть доступность Юго-Востока будет значительно улучшена. На днях Автодор огласил стоимость проезда от Москвы до Казани. Для водителей легковых машин 4481 рубль. Новый маршрут сократит путь между городами до 6 часов. Представьте, в Москву съездить, сел на машину и уехал, или к нам приехал. Это и туристические, и другие возможности. Ну и транспортные. Мы видим, насколько сегодня железная дорога не закрывает потребности. Ну и по скорости автомобильный транспорт, он быстрее доставляет грузы. Открытие движения по татарстанскому участку запланировано на следующей неделе. Как отметил Рустам Миниханов, М12 даст республике выход к сети скоростных дорог России. М11, М3, М1 и М7. Олег Ирудинова, Рамиль Шайдулин, ТНВ, Казань. Циклон принес в Татарстан снегопады, которые продолжатся и завтра, и в начале следующей недели. Метель усилится к понедельнику. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Завтра днем температура до минус 6. В понедельник еще теплее, до минус 1 градуса. Во вторник до нуля. На дорогах гололедится и снежные заносы. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными. Дефицита куриных яиц в Татарстане нет и не ожидается. А республика полностью обеспечивает себя продукцией птицеводства. Яиц производится на 13% выше нормы потребления. Об этом сегодня заявили в Минсельхозе республики. Отметим, в последнее время цены на куриные яйца выросли по всей стране. ФАЗа подозрила 4 предприятия в картильном сговоре. По данным Татарстан Стата, за неделю цена на эту продукцию выросла в республике на 8,75%. Купить яйца от 95 рублей за десяток можно было сегодня на сельхозярмарках. На следующей неделе состоится последняя в этом году. Обо всех товарно-ценно-антуражных тенденциях Дмитрий Аринин. 6 часов утра торговля на ярмарке только стартовала, а у прилавков с яйцами уже выстроилась очередь. Несмотря на метель на площадку возле чеховского рынка Казани, пришли и пенсионеры, и молодежь. На этой неделе, по данным Татарстан Стата, цена на яйца в республике выросла более чем на 8%. На таких ярмарках она ниже рыночных на 10%. Ну тут покрупнее яйца, по 140 кубик, крупные они. А так можно было в магазин пойти кубик, мелкие. А здесь 105 и 95. Вот, нас эти цены устраивают эти. И они вкуснее, свежее. Сколько привезли яиц? Много? Много. 9 тысяч штук. Как организован торговля осмотрел министр Марат Зябаров. Как отметили в Минсельхозе Республики, Татарстан полностью обеспечивает себе продукции животноводства. Яиц производятся на 13% больше нормы потребления. За 11 месяцев этого года птицефабрики реализовали почти полтора миллиарда яиц. Это на 30 миллионов больше, чем годом ранее. Так что дефицита не предвидится. Как говорят, рост цен обусловлен несколькими факторами. Издержки производителей растут. Это, в первую очередь, корма выросли. Да, инкубационное яйцо, которое завозилось с других стран, тоже подорожало. А кормовые добавки, это тоже, соответственно, сыграло свою роль. Если посмотреть по ярмарочным площадкам, да, у нас цена ниже среднерозничных на 10,5%. Вы увидите, что ажиотажа особо большого нет. Но все равно, думаем, обеспечиваем на всех площадках яйцами. Помимо яиц, очереди выстроились за овощами. Согласно статистике, на неделе в магазинах заметнее всего подорожали свежие огурцы почти на 9%. До 150 рублей за килограмм. Как отмечают в Минсельхозе, рост цен носит сезонный характер. Сезонные явления, да. В принципе, у нас таких особо проблем не будет. Помидоров, конечно, чуть меньше, да, для того же сезона. Но огурцов, наоборот, больше стало. По ценам ниже рыночных на ярмарке привозят весь набор сельхозпродукции. На улице Чехова шатры развернули три десятка фермеров. Ну, больше, да, ориентируемся на пожелания покупателей. Что им больше необходимо, то и стараемся ввозить. Еженедельный объем продукции на каждую ярмарку на полтора миллиона рублей. Как говорят покупатели, они рады, что в республике есть такая доступная площадка, как ярмарка. Я уже вторую ходку сделаю. И мясо купила, и молоко купила, и огурцы купила. Ярмарка хорошая. Это последняя ярмарка. Еще будет, наверное? Еще будет. Еще будет. В общем, отлично, хорошая ярмарка. Мне все хватает. Очень даже молодцы. Вот приезжают. Вот стоят, наверное, два часа. Приезжают. Спасибо им большое. Яна, ялдар, блян, варагазнадэ! С Новым годом! С новым счастьем! Это уже площадка на улице Тинчурина. Здесь новогодний антураж. Торговые ряды украсили елками и включили праздничную музыку. Торгуют здесь аграрии Тюличинского района. Тюличинский район у нас через неделю ездит, а мы здесь Однинский район тоже приезжаем. Мы с ними тоже приезжаем. То есть, как бы, каждую неделю очень помогает. В следующую субботу, 23 декабря, состоится заключительная ярмарка. Дмитрий Ирин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Воинской части Казанского полка Росгвардии торжественно открыли мемориал военнослужащим, специалистам технического обеспечения погибшим при исполнении воинского долга. Гранитный монумент установили рядом со въездом в автомобильный парк. Почетное право открыть мемориал предоставили заместителю командующего Приволжским округом войск Нацгвардии России по вооружению Владиславу Анисимову и члену семьи погибшего военнослужащего. Участие в церемонии приняли сотрудники управления Росгвардии по Татарстану, ветераны-представители духовенства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь централизованное водоснабжение до двух населенных пунктов. Вероника Гайнудинова обо всем по порядку. Здесь кругом сверлят, стучат, пилят еще пару дней. Эта школа в селе Круглое поле будет как новое, говорят строители. Зданию почти полвека. Капремонт проводится впервые. Работы ведутся за счет сепонансирования с РЖД в рамках государственно-частного партнерства. Замена окон и утепление фасада и обшивка керамогранитом. В данный момент уже учителя ходили раньше в соплогах, а в данный момент уже в стуглях. Уже заметно, уже очень тепло. В этих стенах учатся больше 400 ребят. Это почти в полтора раза больше, чем школа может вместить. Ученики, дети, работники РЖД. Сейчас как раз мы работаем с директором школы, с Тукаевским районом. По формированию профильного класса железнодорожников здесь. Начальный класс рассматриваем сейчас. Соответственно, для того, чтобы их подготовить, для дальнейшего обучения в наших профильных узах железнодорожных. И с дальнейшим трудоустройством на железную дорогу. Население муниципалитета с каждым годом растет, говорит глава района. Строительство новых социальных объектов необходимо как воздух. За пять лет, с небольшим, у нас построено по республиканским программам, значит, три детских сада. Два из них по 140 мест. Третий, вот, последний на Ватруйском сельском поселении на 220 мест. Представляете, вот, где в сельском районе каждый год может строиться новое такое вот количество, значит, посещение детей, детские сады, школы. У нас вот ежегодно мы это реализовали. Кроме них ведь еще и другие программы есть. Среди них программа социальной дегасификации. Трубу с голубым топливом провели к оздоровительному центру Балкаш в селе Старый Дрюш. Устаревшее здание бывшей школы превратили в лагерь, где за смену могут отдохнуть до 120 детей со всего района. Построено новое здание. Это КПП, отдельный медпункт, отдельный столовый клуб и банно-прочечный комплекс. То есть, все сделано для удобства и качественного отдыха детей. Программа дегасификации в районе движется семимильными шагами. За пять лет уровень обеспеченности голубым топливом вырос с 34 до 90 процентов. До Нового года к сетям подключат больше 1700 домов. В этом году только миллиард 89 рублей. По газификации в Тукаевском районе использовано денег. То есть, сейчас жителям быстрыми темпами надо газифицировать свои дома. Потому что работа основная уже проделана за счет государства. В районе появляется не только свой газ, но и вода. Сейчас ведется строительство сетей к поселкам Новотроицкая и Суровка. Работы завершат до Нового года. Мы очень ждем эту воду. У нас действительно в летний период особенно не хватает воды. По трубе, очищенную воду мы подаем согласно определенным тарифам населения. Она будет хватать и помыться в душе. Если хотят, то они через счетчик поливают огород. Ради бога, пусть поливают. Никаких проблем. Вода будет всегда в наличии. У нас современная система. Мы давно ушли от хлора. Мы гипохлорид натрия используем. Поэтому у нас вода без никаких примесей и запахов. Самая лучшая вода. Современные условия создаются и в поселке Татарстан. Старая поликлиника после ремонта будет еще и профилактория. Медпомощь здесь будут получать более 4000 человек. В город теперь ехать не надо. При проектировке, при нашем видении, что в данных кабинетах будет осуществляться деятельность мини-поликлиники, где возможен забор анализов, прием специалистов, осуществление еще каких-то медицинских услуг. Все кабинеты сформированы именно под эти нужды. С 2022 года численный житель района увеличилось на 3500 человек. Вся социальная инфраструктура будет строиться с учетом изменений, чтобы улучшить качество жизни. Вероника Гайнудинова, Рамиль Галиулин, Алмазия Динов, ТНВ, Тукаевский район. Проблема алкогольной зависимости у подростков не просто не теряет актуальности, но и молодеет. Только этой осенью в Нагорном отравились двое несовершеннолетних студентов техникума. Один скончался. В Казани трое подростков попали в больницу, смешав с алкоголем неизвестные вещества. Передается ли зависимость генетически? Можно ли угощать спиртным под присмотром родителей? Что делать, если подросток уже начал употреблять? Об этом мы поговорили с заведующей психологической лабораторией республиканского наркодиспансера Лилией Зайцевой. Лилия Булатовна, здравствуйте. Добрый день. В последнее время были резонансные случаи отравления подростков. В октябре в Нагорном с летальным исходом, в ноябре в центре Казани. Насколько остро сейчас стоит проблема употребления алкоголя подростками и с чем это связано? Проблема своей актуальности, к сожалению, не то что не теряет, возраст молодеет. Я, будучи психологом, вынуждена это объяснять как раз-таки с точки зрения психологических всяких законов и механизмов. То есть, если в семье появляется алкоголик или наркоман, это характеризует любую семью как психологически неблагополучную. Я в своей работе сталкиваюсь часто с тем, что родители не владеют информацией о своих детях вообще. С кем дружат, куда они ходят, чем они увлекаются или что их тревожит. 15-20 минут ежедневно найти для разговора очень-очень рекомендую. То есть, правильно ли я понимаю, что не обязательно подростки, которые употребляют спиртное, это дети, родители употребляющих каких-то маргиналов и так далее? Нет, нет. Зависимость может коснуться абсолютно любую семью. Это не зависит ни от рода деятельности, ни от профессии, ни от сословия, я же так выскажу громко. Любая зависимость – это признак психологического неблагополучия. Алкоголь и наркотики – это допинг. Допинг для удовлетворения потребностей, которые по каким-то причинам не удовлетворились в семье. Способ получить внимание, способ получить признание. Что же делать с родителем, чтобы у подростка как можно позже возник интерес к алкоголю? Поможет ли не употреблять его самим, не держать спиртное дома и всячески порицать употребление? Современное поколение подростков, оно как раз от предыдущих поколений отличается тем, что просто сказать нельзя или я запрещаю, этого недостаточно. Необходимо объяснять, необходимо предоставлять какую-то альтернативу. Очень большое значение имеет все-таки личный пример родителей. В системе ценностей будет уже встроено, что вот праздники отмечаются вот так, со стрессом борются вот так. На детских праздниках я очень часто наблюдаю безалкогольное шампанское. Очень сложно будет объяснить, что почему безалкогольное шампанское было можно, а настоящее шампанское как-то уже нежелательно или нельзя. А вот еще бытует мнение, что лучше, например, подростку налить, попробовать в семье под присмотром родителей, чтобы не создавался вот этот вот запретный какой-то орел и все было под контролем. Зависимость – это явление, которое может передаваться по наследству. То есть, если в семье есть или были люди, которые страдали или страдают какими-то из форм зависимости, ребенок, который родился в такой семье, он генетически предрасположен и такому человеку даже однократного употребления, может быть, достаточно для того, чтобы запустить этот биохимический процесс. Любое употребление – это… В психологии есть такое понятие – аутагрессивное поведение. То есть, это медленное самоубийство, говоря простым языком. И разрешая ребенку употреблять то или иное вещество при мне, то есть при родителе, я даю согласие на медленное убийство собственного ребенка. Как же тогда вести себя родителю? С детьми надо разговаривать, что да, это есть, да, есть люди, которые все это употребляют, но также показывают последствия, потому что умение сказать «нет» – это уже следствие, которому ребенка подготавливают значимые взрослые. Они сваливают там все, скажем так, на школу, на какие-то учреждения. А что делать родителям, если ребенок уже начал употреблять алкоголь? Как правило, стаж употребления ребенка к этому моменту уже на месяца три, не меньше. Истерики, угрозы, как показывает практика, не помогают. Обратиться можно за помощью, например, к нам, но учет за это не ставят. Это все анонимно, это все бесплатно. У нас есть сайт, есть подробная информация, у нас есть специалисты, у нас есть психологи. Самое главное – не бояться, не откладывать, потому что зависимость развивается очень быстро. Спасибо большое, Лиля Булатова, за интересные ответы. Спасибо вам. Симфонический концерт, на который пригласили исключительно женщин в положении. Музыканты камерного оркестра «Ля Примавера» исполнили Моцарта, Штрауса и Брамса в стенах Казанского медуниверситета. Около 200 мам получили пригласительные в женских консультациях и медцентрах, сопровождающих беременность. Чем отличается такой концерт от традиционного? И какую музыку предпочитают еще нерожденные малыши смотреть в репортаже Лилии Кашваровой? 200 слушательниц в зале, но у каждой еще плюс один. Правда, пока в животе. На этом концерте можно танцевать, ходить, выходить или даже съесть кусок пирога. Все, чтобы будущей маме и ее малышу было комфортно. Мы провели работу под прикрытием измерения частоты сердечных сокращений. Предлагали женщин послушать с наушниками то или иное произведение. И мы выбрали именно те произведения, которые нравятся деткам. Великолепно. Некоторые произведения вызывают у детей ритмические движения. По мнению профессора, если бы на концерте поставили аппарат УЗИ, он бы показал, что малыши умеют танцевать. Будущие родители Мухаммед Амин Хильхаль и Ольга Столоповская тоже люди науки. И результаты исследования разделяют. Классику слушают дома и на концертах. У нас уже такой срок, когда у нас начались уже первые шевеления. И естественно, каждый раз, когда что-то приятное происходит, ребенок реагирует. Мы, как творческая семья, мы любим вот такие мероприятия. Музыка для нас вдохновляет и, скажем так, успокаивает. Является мотивом для работы и дальнейших успехов. Особенно малыши любят музыку, схожую по звучанию, татарскую и японскую. Предпочитают струнные и не особо духовые. Но настоящий бунт начинается, когда звучит попса. На определенные песни иногда начинают реагировать. Если, например, случайно по радио за рулем я еду и включается какая-то агрессивная громкая музыка, я могу почувствовать, что тут такой толчок и переключаю. Понимаю, что более спокойную хочется послушать. Мне вообще очень нравится классическая музыка. Я ее, конечно, слушаю дома. Старший ребенок в музыкальной школе много нам играет. И, видимо, есть какой-то импульс изнутри, который прям вот меня ведет везде, где есть классика. В репертуаре «Моцарт», «Штраус» и «Брамс» оркестр «Ля Примавера» специально подготовил струнных музыкантов, под особенности целевой аудитории. Мы каждый год готовим новую программу с учетом и текущего репертуара, а также специально подбираем произведения, которые легко усваиваются. Благотворительному проекту уже 10 лет. Женщин приглашают на концерт через женские консультации и медцентры, сопровождающие беременность. Так врачи и музыканты продолжают создавать связь материнскую и музыкальную. Лилия Кашварова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Татарстанский участок трассы М-12 будет запущен 21 декабря. Об этом сегодня заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Он и Рустам Иниханов сегодня торжественно открыли финальные схватки турнира на Кубок госкомпании. Соревнования проходят по пути следования возводимой магистрали. И в Казани собрались сильнейшие спортсмены, покоряющие греко-римской борьбе. О масштабе состязаний можно судить по количеству участников. 350 борцов из 35 регионов страны. Подробнее Рамиль Шайдулин. Все знают, что Татарстан – это мировая столица борьбы, но, конечно, борьбы кряш. Поэтому, когда к нам приезжают лучшие спортсмены, выступающие в греко-римской борьбе, это событие всегда приковывает особое внимание в республике, а сегодня и во всей стране. В Казани проходит турнир по обоим видам спорта на Кубок «Автодора». В этом году компания «Автодор» завершает трассу «Москва-Казань» М12 в рамках. Вот такой большой победой компания «Автодор» мы сегодня проводим этот Кубок. Сегодня замечательный праздник, праздник спорта. Я всем желаю спортсменам показать свое мастерство. Без травм самое главное – к новому победу. Все внимание, теле и интернет-вещание сегодня, конечно, приковано вот к этому ковру. Ведь сюда сегодня выходят самые сильные на данный момент российские борцы кряш. Здесь собрались самые лучшие, потому что недельки две назад у нас прошли соревнования республиканские по краж и, отобравшись оттуда, приехали сюда. Таким образом, соревнования приурочены к завершению строительства татарстанского участка М12. И это целая серия турниров по пути следования автодороги. Сегодня Казань. Совсем скоро борцов ждут в Башкортостане, Свердловской и Тюменской областях. Рамиль Шайдуль, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Интернет-версию итогов прошедших шести дней читайте на сайте интернет-газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. До встречи в 21.30. Здравствуйте. Иси Альмисис в студии Динар Бодрудинов. В Татарстане температурный фон продолжает повышаться. На республику надвигается циклон. Подробности после полезной информации. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2024 годом. Пусть он окутывает вас любовью, заботой и добром. Подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо. И оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Арске, Балтасии и Зеленодольске будет облачно. Временами снег. Температура минус 8-9 днем и минус 7-10 градусов ночи. В Буинске, Апастово и Тетюшах также прогнозируют осадки. Будет облачно. Температуры и в дневные, и в ночные часы примерно одинаковые. От 6 до 8 градусов ниже нуля. В Чистополе, Новошишминске, Нурлатах будет пасмурно и снежно. Минус 8-10 днем и минус 9-10 градусов ночи. В набережных Челнах, Менделеевске и Мезелинске пройдет снег. Днем 10-11 мороза, ночью от 10 до 12 градусов со знаком минус. В Альметьевске, Лениногорске и Урусу ожидаются осадки. 10-12 градусов мороза днем и тоже самое ночью. Комфортную зимнюю погоду обещают и в туристических зонах нашей республики. В Свияжске облачно, небольшой снег, 7 градусов ниже нуля и в светлое, и в темное время суток. Столбик термометра остановится на той же отметке и в Болгаре. Здесь тоже минус 7 в течение суток, пройдет снег. В Велабыге чуть холоднее, минус 10 градусов днем и минус 9 градусов ночью. И здесь прогнозируют осадки. Сан-Чи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение и укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Свойства Сан-Чи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Только 20 декабря 2023 года в аптеках Фармлен на Сан-Чи 20% скидка. Телефон для справок 8-92-72-36-71-75. Сайт санчи.рф. В Казани пасмурно, снег. Температура 7 градусов мороза днем и те же минус 7 градусов ночью. Давление почти в норме. Оно составит 752 миллиметра штутного столба. Ветер южный, умеренный. Влажность воздуха 85%. Магнитное поле земли неустойчивое. По предварительным данным, на предстоящей неделе в Татарстане ожидается резкое потепление. Пока это все. Я с вами прощаюсь. До встречи. К энергозому шлобусам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова